Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим, какую потрясающую для меня лично, и я думаю, для всех тех, кто обожает два облика магических лошадей, добавили в этом обновление. Так что седлайте своих коней и поехали! Окей, для начала нужно выбрать магическую лошадку, на которой я больше всего захочу потестить эту функцию, но суть в том, что теперь у меня немножечко как-то, как бы сказать, бегает в глазах, потому что теперь, когда мы заходим в конюшню, мы видим наших магиков, наших магиков, вот так вот проще, вообще не в магической масти! Просто посмотрите! Вся первая страница у меня была цветная, за исключением, ну и, наверное, вот двух, трёх, четырёх, четырёх обычных лошадок. Эта страница раньше просто бушевала разнообразием красок и оттенков от магических лошадей. О, боже мой! Настолько... Я так редко катаюсь на магических лошадях, что, да, я как будто зашла не на свою конюшню. Боже, ребят, я знаю, это будет звучать странно, но я сейчас хочу, наверное, поставить всех магиков своих и просто слегка пофигевать с того, что я сейчас буду видеть, потому что мой мозг уже сломлен, он не соображает, что из этого магик, что нет, потому что раньше-то можно было это всё легко и просто отличить благодаря масти, но сейчас это просто мой мозг сломался, я прям слышу шестерёнки у себя в голове, которые крутятся, перекручиваются и не понимают, что вообще произошло и как. Так, ну, давайте так. Хейдруна мы не трогаем, лунного лёда мы, наверное, тоже не тронем. Боже мой, где? Вот... Давай-ка вот так вот, магик. Тебя сюда. А тебя вообще отсюда уберем. О, боже мой, мозг действительно, он крашится просто. А, кстати... А, нет, вроде ты так и должен выглядеть, нет? А, да-да-да-да, она вроде бы такой масти и выглядит в немагическом виде. В общем, ребята, я в шоке, я в гигантском шоке. Так, ну кого? Нет, пожалуй, андарлузов я уберу. А, где все магики? Так, вот ещё один магик. Просто мозг ломается, ребята. Ой, ребята. Помогите, помогите, спасите. Значит, да, вот, фьорда. Боже, 100 лет не делал этого фьорда без магического окраса. Ребята, действительно, отстеряюсь. Давайте встретимся, когда я уже всех тут выберу. Итак, ребята, всё, я расставила коней. Я долго не могла найти Ахалтикин со второго Москвы. Я реально его потеряла. Я думала, что это какой-то глюк, и у меня лошадь просто пропала из конюшни. Но нет, слава богу, это глюк перелистывания страниц на пастбище. Всё нормально, я нашла. Просто посмотрите. Обычные масти шарев в моей конюшне. О, боже. Ребята. Боже мой. Боже мой. Вообще странно. Я думала, в конюшне они, как бы сказать, я думала, они в конюшне не тронут эту особенность. И вот мне интересно, тут есть какая-нибудь кнопка? Нет, тут никакой кнопки нигде нету. Странно. Странно. Кстати, когда заходишь в игрушку, и у тебя появляется вот это вот уведомление, то бишь предыдущего обновления, но рупор не показывает нынешнее уведомление. О, боже мой. Боже мой, ребят. Ой, ребята. А чё ты такой красивый? Давайте я поглажу. Меня бесит от менюшка всё-таки. Боже мой, мамочки. Как это необычно. Моя сестра, когда зайдёт в свою конюшню, где, по-моему, только четыре немагических лошади, а всё остальное это магики, я думаю, у неё челюсть отверстия. Боже, вот я сто лет не видела твою масть в естественном виде. О, просто вау. Просто вау. Просто вау. На ком я хочу покататься так, чтобы насладиться мастью? Хм, кого будем тестить? Кого же будем тестить? Вишня, я вообще забыла, что ты выглядишь так. Хм, ну, давайте я, наверное, возьму... Не-не-не-не. А вот я возьму... Как его бы взять? Да тут все такие красивые. Это теперь сложно. А давайте мы возьмём как раз вот этого Халтикинс, потому что изначально вообще-то я хотела на нём всё это снимать. Да, как всегда, лагающий, сломленный, сломанный скат, с которым теперь неизвестно ничего вообще делать. Так, ладно, а манилицу я менять не буду. Просто мы выехать, пока и поедем, и проверим всё. У меня сейчас ощущение, что у меня глюк, и я одна на серваке, потому что... Когда я заходила, конечно, люди были, сейчас их нет. Так, да, извиняюсь за дикие лаги. Но мы будем проверять стандартным путём. О, жеребёнок. Надо будет его не забыть забрать после съёмок. Как любой дикий конь, мы вначале едем в дикую местность и проверяем, становимся ли мы дикими там. Слушайте, ну я уже далеко отъехала, и я обычно здесь дикой становлюсь. Серьёзно? Я могу теперь кататься по лесам и наблюдать вашу... Вашу немагическую масть. Ребят, честно, это была моя мечта, наверное, ещё со времён... Когда появились магические лузитаны, я так мечтала видеть, как выглядит лузитан берёза немагическим видом в лесу. Я так хотела фоточек красивых с ним. Но в лесу он вечно становился магиком, а баг я использовала только наоборот, чтобы он держался магическим, и в городе можно было держать его магиком. Очереднила глюки-лаки. О, боже мой! Так, давайте посмотрим. Мы открываем менюшку... Ой, не менюшку. Мы открываем, значит, данные нас с лошадкой. Мы нам сегодня не интересны. Нас интересует лошадка. Разработчики уже давно заспойлерили эту кнопку, вы её видели. Она держалась где-то ровно неделю, а может быть две. Не, по-моему, неделю точно. Я не в курсе, у меня дни проходят слишком быстро, и я не замечаю, чё как. Вот, но она не нажималась, и даже никакого названия не было. Но теперь это официальная кнопка смены облика. Давайте же нажим... Мне, кстати, интересно, как будет происходить смена. Давай нажмём. Та-дам! И теперь просто идём и идём проверять вот это чудо. Не, я не верю. Я вот сейчас буду... Вот мой мозг на подсознательном уровне будет сейчас ждать, значит, старые полосочки смены облика, которые, правда, уже давно убрали, но неважно. И он будет сейчас ждать, ждать, что конь сменит свой лишний вид обратно в дни магик. Так, но этого не произойдёт. Этого не произойдёт, ребята! А-а-а! Просто божественно! Ну, как бы, я, наверное, чаще всего буду бегать как раз, наверное, не магическими обликами, потому что мне лично надоело постоянно носиться по лесам, полям и всяким переулкам лесным на лошадях в магическом виде, потому что чаще всего, когда занимаешься прокачкой по моему маршруту, ты всегда видишь лошадь только в магическом виде. И наблюдаешь только, допустим, вот это. А так иногда хочется... Ой, куда ты? А так иногда хочется просто взять и... Да, просто взять и увидеть вот это. Вообще, было бы удобнее, наверное, если бы они эту кнопку вынесли вот сюда. Ну, хотя, наверное, это не такая частая процедура, чтобы ради этого выносить кнопку на панель управления. Ну, все равно, ребят, я в восторге. Я в восторге. О, боже мой, знаете, что это значит? Это значит, что теперь я... Не, я думаю, не только я. Мы возьмемся качать немаги... Наоборот, магических лошадей. Потому что почему мы их не качали? Мы ими не пользовались. Раньше они были медленнее, чем обычные лошади. Да и тем более постоянно магический виг. Это он не всегда всех устраивало. И магиков все покупали за красоту, за необычность, за магические данные, скажем так, внешне. Но сейчас, мне кажется, это был гигантский шаг, который целиком и полностью изменит отношение игроков к магическим лошадям. Теперь их можно будет качать и покупать, как обычных лошадей. И я, кстати, считаю, что это круто. Потому что теперь можно будет... Фотки, видосики, ролки. Да и просто наслаждение от того, что ты можешь кататься по Юрвику и наблюдать не магическую чешую лошадь, которую, ну, наверное, ты видишь постоянно в своей конюшне, а ты видишь вот эту красотульку. Это значит, что у меня сейчас резко к списку прокачанных лошадей на прокачку добавилось еще штук эцать. Ну, наверное, штук десять. Нет, их больше. Потому что у меня были сколько? В очереди на прокачку два последних магика, как Клэйда сдали. Липецана, которую я купила, но он в очереди на очень долгую прокачку. Я не хочу быстро качать. Вот. И сейчас, хоп, она просто все магики моментально, все шайры класс, все исландцы класс. Просто вот все вот это вот, весь табун моих магиков, просто вот вся вот эта конюшня резко встала в очередь на прокачку. И даже несмотря на то, что все они десятого уровня, я только месяц, наверное, назад вздохнула с облегчением. Нет, два, наверное, уже месяца. Да, два месяца назад я вздохнула с облегчением, что все. Я прокачала достаточно много лошадей до пятнадцатого уровня, я могу отдохнуть, потому что на магиках я не катаюсь, с ними можно подождать. Но тут разработчики сделали это, чему я очень сильно радуюсь. Но теперь вот это все. Ой, нет, не все. Ладно, вот кроме Ахалтикинса, кстати, на котором я в данный момент сижу, я в шоке до пятнадцатого уровня. Как так? Ну, в общем, вся вот эта вот арава, она теперь в списке на прокачку. Я не буду считать, сколько их здесь. Много? Уже там девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Все-таки посчитала их тут. Семнадцать, потом, значит, восемнадцать, девятнадцать, двадцать лошадей на прокачку. И это, кстати, я не считаю вот этих двоих, потому что это, по сути, это не магики, это звездокровные лошади. И они, как бы, облик не меняют, поэтому они не в счет. И то есть вот этот табун из двадцати лошадей мне потом предстоит прокачивать. Это значит, что как только на улице станет окончательно весна, потому что обычно у меня, скажем так, один из периодов прокачки, это начало весны, наверное, в апреле, когда уже солнышко, тепло и хорошо, птички поют. И середина лета, и обычно где-то еще зимой. И то есть вот это вот все мне придется качать. И я не смогу попросить своих друзей никого помочь мне с этим, потому что, ну, это, знаете, это как будто разом вы купили штук двадцать новых лошадей. Вы не помните, правда, как вы их покупали, но вы знаете, что качать каждого вы будете сами по отдельности. И то есть, просто что меня ждет в ближайшем будущем. Опять очередная ежедневная рутинная прокачечка. Но нам ничего не страшно, нам все все равно, потому что теперь у нас есть шикарные облики лошади. Кстати, вот мне интересно. Ага. А если тебя в доник поставлю? Насколько я помню, неважно какой облик вы делаете лошади, как только вы выходите из игры, у вас теперь постоянно все это будет сбрасываться. Но, да, я заранее извиняюсь, если вы слышите на протяжении всего этого видео клац-клац-клац моих клавиш. У нас просто микрофон по-другому сегодня стоит. Вот. Значит, ну, все-таки, что я хочу сказать по этому обновлению. Я в восторге. Эта функция, во-первых, позволяет видеть масти, которую вы видите очень редко, потому что вы тусуетесь чаще всего в дикой местности. Во-вторых, это кардинально изменит отношение игроков к магикам. Особенно тех игроков, у которых уже дофига магиков, чуть ли не все магики, допустим, почти как у меня. У меня только тингеров нет. И тут они заходят в конюшню, и у них как будто хоп, и резко куча новых лошадей. Так что разработчики сделали крутую штуку. Да, и я просто в восторге от этой возможности, от этой функции. Мне она лично очень сильно понравилась. Что же будет на следующей неделе? В кратком описании в новостях сказали, что на следующей неделе нас всего лишь будет ждать продолжение приключений в Деколесье, но всего лишь добавят какую-то новую гонку. Так что на этом новости заканчиваются, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, читать их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. И удачи вам с прокачкой Диких Лошадок. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!